Приветствую вас! Поскольку вам уже дали много советов по поводу того, как лучше поступить, чтобы признаться в чувствах своему мужчине, то я, наверное, не буду вам ничего советовать, а хотел бы пройти немножечко с другой стороны. Вот вы пишите о том, что уже однажды какое-то время назад своему мужчине в чувствах признавались, но он над вами посмеялся, он вас отверг и не воспринял всерьез то, что вы ему говорите. Дальше вы пишите не очень понятно, потому что, ну, как бы, понимаете, что это эмоция, но суть заключается в том, что вы сейчас решили опять вновь сказать им о своих чувствах. И если вы решили это сделать, то возникает вопрос, что наводит вас на мысль, что мужчина, молодой человек, да, отреагирует по-другому. По какой причине он, по вашему мнению, должен сейчас реагировать иначе, чем он это делал раньше? Вот он отказал вам, по сути, да, он отказал вам в отношениях, он отверг вас. Сейчас, в данный момент, что изменилось? Почему вы думаете, что он воспримет это по-другому? Вот вы говорите, я боюсь, что он меня опять оттолкнет, он меня опять не воспримет всерьез. Так, а правильно, если вы ему уже один раз признались, и после этого ничего не изменилось, да, то есть между вами все осталось по-прежнему, то есть не произошло кардинальных изменений у вас, у него, то все, скорее всего, так и обстоит. И зачем вы, для чего, ради чего пытаетесь или хотите наступить второй раз на одни и те же грабли? Зачем? Предположим, что мужчина действительно не воспринимает вас серьезно. Предположим. Откуда у вас такое настойчивое желание признаться ему? Если вы видите, что человек не относится серьезно к таким вещам, как вот признание в любви, да, ага, то это его проблема. Это означает, что у него чувств к вам нет. Или, по крайней мере, они не настолько сильны, чтобы отвечать вам взаимностью. Но вы все равно хотите ему признаться, причем второй раз. И вы говорите, как правильно это сделать. Понимаете, правда в том, что он уже знает о ваших чувствах, просто он либо не считает, что это что-то важное и серьезное, либо он просто-напросто действительно вас не любит. И в том, и в другом случае вам при любом раскладе нужно больше думать о себе. О том, чтобы больше не было такого, чтобы к вам относились не серьезно. Для этого нужно работать над собой. Для этого нужно личность нарастить, развиваться. Для этого нужно быть более уверенным в себе. Потому что вот эта вот ваша вся боюсь, что он холодно к этому отнесется или посмеется, это неуверенность в собственных силах. Это неуверенность в самой себе. И возникает вопрос, а откуда же эта неуверенность в самой себе взялась? Почему вы не уверены в себе? Ну, холодно он к этому отнесется или посмеется. Ну и что? Это его проблема. Это не ваша проблема. Это его проблема. И это его реакция. Понимаете, если мужчина, вот просто предположим, если мужчина серьезно воспримет то, что девушка признается ему в чувствах, то ему нужно подобрать какие-то слова, чтобы объяснить ей. Что вот, мол, у меня к тебе-то таких чувств нет, что я не могу тебе ответить взаимностью. Ты прости. И так далее, и так далее. А этого делать мужчина не хочет, потому что вами не дорожит настолько сильно. И прежде чем говорить о чувствах к нему, нужно стать для него той женщиной, если уж вы хотите быть с ним, которая ему нужна. Для этого нужно понять, какая ему женщина нужна, какие ему женщины нравятся, какое поведение его привлекает. А дальше будет идти вопрос. Не вредит ли вам, не будет унести вам вред. Это изменение в себе, которое вы, ну, пока гипотетически сделаете. Потому что если будем, то его не стоит осуществлять. Вы потеряете себя. Меняя страду человека, вы теряете себя. Подайте от него зависимость. Кстати говоря, о зависимости. По вашим словам, по вашему письму, я могу предположить, что имеет все-таки место быть зависимым у вас от молодого человека. А как она проявляется? Прямо проявляется в том, что вы мыслите только о нем, мыслите вы только о себе с ним, а вот без него отдельно себя, ну, вы как бы не воспринимаете. И это очень плохо. Соответственно, зависимость – это потребность. А потребность – это всегда стремление к форме, к средству реализации ее потребности, то есть, и ваша зависимость – это такая вот форма реализации ваших потребностей. Возникает вопрос. Какие потребности вы пытаетесь реализовать, если вы зависимы? Ведь вы хотите сказать парню о чувствах к нему, не ради него самого. Ведь если бы это было ради него самого, то вы бы одним разом ограничивались и, в принципе, все, больше ничего не надо. Но если вы хотите это сделать еще раз, значит, вы хотите это сделать для себя. Вот и возникает вопрос. А что вы получите от этого? Вы можете ответить – вступлю в отношения, буду с парнем. Да. Хорошо. Вы вступите в отношения и будете с парнем. Но он в данном случае взаимности вам не отвечает. Значит, вы для него не являетесь счастьем. Значит, а зачем же тогда он вам, если вы для него не важны? И вот здесь встает вопрос о разграничении чувств к мужчине, которые опосредивают желание сделать его счастливым и собственные желания, то есть для себя. И вот вам нужно отделить одно от другого. То есть нужно отделить собственные желания и цели, которые вы пытаетесь реализовать через мужчину, от желания делать его счастливым. Ибо счастливым вы его своим пребыванием с ним не сделаете. Он это ясно доказал. Он показал, и это его право. Но то, что вы хотите сделать это для себя, это очевидно. И этот путь, к сожалению, является неверным. По поводу страха. Хочется сказать, что, ну, на самом деле я уже об этом говорил, но это очень важный момент. Мне бы хотелось его повторить, а может быть дополнить немного. А вы пишите, что боитесь, что посмеется мужчина над вами и остается холодно. То есть получается, что вы хотите что-то получить для себя через это признание. Мне такой вопрос, что вы хотите получить? Почему вы думаете, что именно мужчина даст вам то, что вы хотите получить? И ваш страх, он связан с тем, что вы чересчур много вкладываете вот в это признание. Обычное признание в любви. И это любовь искренне. Обычное признание в любви несет в себе просто информативный характер. То есть вам не важно, как отнесет меня к этому мужчина. Вам не важно, как он прореагирует, посмеется или там наоборот, неважно. Вам важно, что вы сказали об этом. Прямо-то вы хотели сказать, что вы сказали, все. Но вам-то важна реагация мужчины, значит она вам что-то дает. Вот об этом вам стоит подумать. Прямо-то то, что дает вам реакцию мужчины, он и получит самостоятельно. Можно и нужно улучшиться самостоятельно, чтобы не быть настолько зависимым от его, ну, хотя бы реакции, хотя бы от его реакции. Понимаете, если вы сделаете все, что я сказал, или хотя бы начнете действовать в этом направлении, то по факту получится так, что вы станете более привлекательным для него. И он сам, заметив вас, ну, будет делать шаги к вам навстречу. И мысль о том, что когда-то вы признавались ему в любви, будет его подогревать. Другое дело, что вот, изменившись, будете ли вы испытывать попрепенность в этом мужчине? Учили ли вы его так же любить? Это большой вопрос. Ведь изменившись и получив то, что вам нужно от него сейчас, вы станете принципиально другой. А значит, и человек вам нужен будет точно другой. Но это уже вопрос, как говорится, вторичный. Вам нужно сделать то, что я сказал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, я прочитайте в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Всего вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!